В рамках Международного экономического и инвестиционного форума в Курдайском районе состоялась закладка капсулы в основании будущего завода по производству цемента ТО «Коркем». Участие в мероприятии приняли Аким Жамбулской области Нуршан Нуржигитов, представитель сингабурской компании «Эвейпинг», исполнительный директор ТО «Коркем» Станислав Щербаков. Годовая мощность проекта стоимостью в 50 миллиардов тенге составляет 1,2 миллиона тонн. Ожидается, что в строительных работах будет задействовано 900 человек, а после запуска проекта будет создано около 400 новых рабочих мест. Глава региона Нуршан Нуржигитов заверил, что данному проекту будет оказана всемирная поддержка со стороны местных исполнительных органов. Когда этот завод будет введен в эксплуатацию, ожидается, что объем производимого в Жамбулской области цемента составит 35% от общереспубликанского объема. На сегодня эта продукция очень востребована, потому я выражу огромную благодарность всем инвесторам, местным предпринимателям и жителям. Пусть ваша работа идет хорошо и пусть вклад в социально-экономическое развитие нашей Жамбулской области увеличивается с каждым разом. Исполнительный директор ТО «Коркем» Станислав Щербаков отметил, что завод будет одним из самых современных и безотходных предприятий в Центральной Азии. Сегодня на этом месте три независимых пути – Казахстан, Сингапур и Китай – слились в один с целью строительства городообразующего предприятия по производству цемента. Усилия и вклад каждой стороны, дополняя друг друга, уже стали неотъемлемой частью успеха в реализованных проектах, где сингапурская финансовая мудрость в применении финансовых инструментов дала поддержку казахстанскому стремлению в индустриализации и желанию совместного вклада в промышленные объекты в рамках государственной программы индустриализации, которые, в свою очередь, подкреплены большим опытом китайского инженеринга и строительства. Цеха завода начнут поэтапно запускаться к концу 2024 года, а выйти на полную мощность предприятие планирует в 2025-м. Если местных сырьевых запасов будет достаточно, то продукцией будет охвачен не только внутренний рынок Жамбулской области и других регионов страны, в том числе и соседнего Кыргызстана.